друзья здравствуйте это кузнецов дмитрий компания лям вот в этом ролике очень интересно получилось у кирпеса адольфовича он сделал так что коллектор задавал вопросы кирпесу адольфовича и был вынужден сам же отвечать на эти вопросы так был выстроен диалог то есть абсурдность ситуации было развернуто для коллектора как вот знаете на ученической доске но на смотрите и вникай на свои голословные утверждения как это может быть вот если ты совсем тупой вот давай по-другому посмотрим и вот тоже самое и так вот собственно говоря посмотри и вот этот посмотри и все равно коллектор вот даже и видя очевидность своей безысходности вот своей бестолковости все равно пытается бороться мне понравилось а я переслушал мне понравилось думаю вам понравится слушай здравствуйте владимирович совершенно верно кто это с вами говорит специалист министративного взыскания о коллекторе типа и здесь его интереса банка о тинькоу банк все разговоры записываются по его мяча вас имеется задорность перед банком о тинькоу банк по виду кредита картам 128 тысяч 248 рублей 3 копейки подать актуальности данных на 13 марта года просрочка 121 день поскольку выставлена за просрочка вся сумма к оплате до срочных процентами уже последний платеж был на 6 тысяч рублей 12 от 5 до 16 года просрочка с 13 ноября до 16 года вам крайне важно по этой причине оплатить текущий долл 128 тысяч 248 рублей 3 копейки когда от вас оплата поступит завтра или вы сегодня по порядочку пожалуйста во первых ничего не выставлено вы ошибаетесь во вторых все вот конечно видно по вашему делу а мне не видно ничего ну вот не видно мне видно почему решили что тогда начит вам выставлено молодой человек оплачиваете раз вам видно хорошему делу все выставлено не видно все прекрасно включите голову свой, молодой человек. Любое официальное требование должно быть выставлено на бумаге тому, с кого требуют, а непонятно кому-то еще. Это раз. Согласны со мной или не согласны? Иначе я... Нет, потому что устное уведомление достаточно. Вот тогда, молодой человек, я вас уведомляю совершенно... Вот сейчас же официальный звонок, да, вы совершаете? Я вас совершенно официально уведомляю, уважаемый мой. Вы мне должны с этой минуты, каждую третью секунду, ровно 100 долларов. Это официальное уведомление. Как вы к этому... А у меня... Так это у меня тут вот написано. Я-то вижу. У меня уведомление... Я вижу. Я сейчас вижу. Понимаете? Вы чувствуете абсурдность моего заявления, да? Абсурдно же, да? Совершенно. А почему решаете что-то? Ваше заявление... Ваше заявление... А кто вы такой? Я вам представился. И я вам представляюсь. Вы даже знаете, кто я такой? У меня, кстати, горе... Кто вы такой? Ну, вы же сейчас меня спросили, кто там и что такое? Зачем? Тут даже получается ситуация выигрышная у меня. Вы даже знаете, я-то вас впервые слышу, а вы знаете, кому звоните. Так вот, я... У меня нет задолженности, а у вас есть задолженность. У меня нет задолженности, а у вас есть задолженность. Почему? Почему это вы решили, что у вас не задолженность? По той же самой причине, по которой и вы это решили. А, то есть вы отрицаете наличие долга, да? Абсолютно справедливое замечание, юноша. Тогда предоставьте документы о том, что у вас долго нет. Юноша, вот мы сейчас с вами разговариваем, вы мне должны уже 400 долларов. Предоставьте мне документы, что этого не произошло. Тогда я перестану. А чего я вам должен? Вы какой-то со мной договор заключали, или что? А я с вами. Понимаете? Вы, пожалуйста, не уходите от темы разговора. Не-не-не, ни в коем случае. Не придумывайте. Я выстраиваю тему разговора так, чтобы вы сами отвечали на свои вопросы. Понимаете? Какая логика-то железобетонная. А я уже на свои вопросы ответил, на ваши ответил. Так что будьте добры, вернитесь. Так нет, в том-то и дело. Вы мне задаете вопросы, и я выстроил наш диалог так, чтобы вы совершенно отчетливо могли вместо меня отвечать на свои же вопросы. Понимаете, какое мудрое решение? То есть я вам говорю, вы мне должны... Я не отрицаю, что вы довольно умный человек по его отношению. А зачем это отрицать? Пожалуйста, не уходите от темы разговора, это раз. Я не ухожу, я заявляю вас совершенно официально, вы мне тоже должны деньги. Во-вторых, я всю вам информацию сообщил по вашему договору. Я вам сообщил. Я вам сообщил всю информацию. А вы в данном случае просто будете в меня в заблуждение. И у меня круглый. Да вы вводите в меня в заблуждение сейчас. А в чем же ваше заблуждение? В чем же вы заблуждаете? Потому что вы вводите в меня в заблуждение с целью... Ну так легко у вас ввести заблуждение. Да ни в коем случае, я что, трубку кладу? Я продолжаю с вами готов разговор до утра. Если вы выдержите, конечно. Ну вы хотите, да, разговор до утра ни о чем. Потому что вы вводите в меня в заблуждение. Как это ни о чем? Нет, вы квалифицируете его как разговор ни о чем, потому что вы не слышите то, что хотите услышать. А логика-то железная. Вы голословно заявляете, что я вам должен. Никакой логики нет у вас. Нет. Вы мне сообщаете какие-то выдуманные сведения. А вы... Слушайте, молодой человек. Это по поводу того, что вы каждую минуту у меня должны начинать получать 100 долларов? Да. А вы мне позвонили и говорили... Ага. А вы мне позвонили и сказали, что я там должен сто с чем-то тысяч. А я говорю, а где, что, ничего не вижу, ничего не... А вы говорите, вижу, я вижу. А я вам говорю тоже, и я вижу. Я тоже вижу, что вы мне уже теперь должны почти 500 долларов, юноша. Я вижу. Где вы это увидели? У себя, а вы... Так, я у себя вижу, а вы где видите? В смысле у себя? Ну, нет, ну вот вы говорите, что я... Вы думаете, за мной будете повторять... Да нет, нет, нет. Я совершенно отчетливо взял вашу манеру поведения. То есть вы звоните... Где вы манеру поведения? Мы не назвали никаких дат, никаких нигде... А зачем? А зачем? А зачем? Вы же тоже игнорируете мои права законные. Да потому что вы будете меня заблуждать, да и все. Вот почему. Зачем? То есть вы считаете, что вы мне ничего не должны? Потому что вы говорите... Вы мне ничего не должны? Или должны? А вы банк, что ли? Чтобы вам быть должен, или что? Вот, видите. Понимаете, я же говорю... Я же говорю... Я говорю, вы банк, чтобы вам быть должен... А давайте, чтобы вы со своим вот этим вот скудаумием сообразили, теперь я вам также отвечаю. Кто вы такой, чтобы вы мне предъявляли о моих долгах? Я представитель Аутинького банка. Да, а я тоже представитель. Я представитель общественной организации «Займи деньги коллектору» по телефону. Я ценю очень чувство вашего юмора. Спасибо большое. Павел Владимирович... И не только я, и не только вы оцените. Вы наберите еще в Ютьюбе, я под творческим псевдонимом, значит, Герпец Адольфович... Хорошо, вы когда будете, Павел Владимирович, готовы общаться, уже уже не первый раз... Юноша! Вы уже не первый раз связываетесь, да? Вы дослушайте меня до конца. Вы вроде не совсем конченый персонаж. Это вы меня дослушаете, Павел Владимирович. Я вас предупреждаю, что вас еще будет слушать как минимум 10 тысяч человек одновременно. Давайте. Если вы уже давно, да, уже общались, то есть могли бы сделать сочнение по электронной почте. По собакам. Ой, вам стадионы собирать легко. Получить запрос о том, что да... Давайте договоримся, как мы этот ролик назовем, чтобы вы быстро нашли его и посмотрели, сколько у вас человек послушает вас. Ждем от вас тогда... Ждем от вас тогда запросы, отправляйте запросы и получите всю информацию. Всего доброго. Вот такая тонкая шуточка получилась. Я надеюсь, вы оценили. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. В описании ролика есть ссылочка на наш сайт, на сайт компании Алям. На сайте выложено видео, как устроена работа кандидатных юристов компании Алям. Очень интересно. Я вас заверяю, посмотрите, не пожалеете. Для тех, кто действительно хочет решить все свои вопросы в документальном формате, это самое незаменимое видео, наверняка, которое может вам в последнее время попадалось. Одно дело развлекаться и, как говорится, не обращать внимания на свои официальные проблемы. Другое дело, совершенно отчетливо понять, как с этим можно справиться и начать это делать. Со своими силами, либо с помощью юристов компании Алям, это уже вам решать. Но так или иначе, очень рекомендую посмотреть видео на нашем сайте. Ссылочка на группу ВКонтакте, тоже в описании этого ролика есть. Пожалуйста, вступайте в группу, там все ролики дублируются. Еще отдельно хочу обратить внимание, репост в соцсетях. Друзья мои, поделившись этим роликом и любыми другими роликами с нашего канала, в соцсетях, среди своих подписчиков, друзей, вы делаете огромное полезное дело. Это всем и следует. Как можно больше людей должно знать о том, что происходит на самом деле, что ничего страшного на самом деле не происходит. Кстати, я хочу заметить, если вы заинтересованы в развитии своих соцсетей, группы ВКонтакте, группы в Одноклассниках, чем больше вы будете контента добавлять на свою страничку, тем активнее вы будете, любят соцсети и ВКонтакте, и Фейсбук, и Одноклассники любят, когда выкладывается какой-то материал, когда кто-то чем-то делится. Тем самым вы будете привлекать еще большее количество подписчиков к вам на страничке. Это не секрет. Делитесь нашими роликами. По возможности вставляйте описание. То, что вы видите в описании, просто скопируйте и вставьте. Может, кому-то сразу необходима будет помощь наших специалистов. Ну и, собственно говоря, на этом, я думаю, можно закончить рекламную акцию. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Всего вам хорошего, здоровья и финансового благополучия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok